Сегодня состоялся запуск второго этапа работы единственного в стране Центра ядерной медицины Семея, в рамках которого открылось отделение радионуклидной терапии. Оно позволит получать современное высокотехнологичное лечение не только восточно-казахстанцам, но и жителям всех регионов. Центр ядерной медицины посетил Аким Восточно-Казахстанской области, Данил Ахметов и представители Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Метод лечения радиоактивным препаратом йод-131 внедряется в Казахстане впервые. Сегодня заработало отделение радионуклидной терапии в рамках запуска второго этапа Центра ядерной медицины Семеи. Уже госпитализированы первые 15 пациентов. Среди них есть не только восточно-казахстанцы, но и жители городов Нур-Султан, Алматы, Шенкент, Павладар, а также Кызлардинской области. Сегодня Центр ядерной медицины посетил Аким Восточно-Казахстанской области Данил Ахметов и представители Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Сегодня мы завершаем наш этап, мы сегодня открываем этап клинического внедрения ядерной медицины в этом современном, я не побоюсь этого слова, уникальном научно-медицинском центре. Поэтому здесь есть широкая общественность, представляющая медицину в области онкологии. Радиотерапия является безальтернативным методом лечения дифференцированного рака щитовидной железы с отдаленными метастазами. Эта же технология используется и при диагнозе тиреотоксикоз, то есть состояние, связанное с избытком гормонов щитовидной железы в организме. Радиотерапия является наиболее безопасным и эффективным видом лечения. По словам главного онколога Министерства здравоохранения Диляры Кайдаровой, Восточно-Казахстанская область занимает одно из первых мест по заболеваемости злокачественными образованиями. На учете состоят более 18 тысяч пациентов. В проведении радиотерапии в Казахстане ежегодно нуждаются порядка 600 больных раком щитовидной железы. Поэтому открытие данного центра – важное событие в сфере здравоохранения. «Открытие данного центра позволит нашим пациентам уже не уезжать в другие города, а лечиться здесь на месте. Поэтому мы все приехали сюда для того, чтобы посмотреть, как правильно проводится лечение, посмотреть, как пациенты перенесут это лечение, потому что это очень важно для нас. И, конечно, хотелось поздравить вообще весь Казахстан и наших коллег в Источной Казахстанской области с открытием этого центра. Очень важное мероприятие для всей службы онкологической в Казахстане». Уникальность данной методики лечения в том, что такой вид радиации не опасен для других органов. Именно точечность и прицельность действия радиоактивного йода лежат в основе радио-йод-терапии и определяют ее эффективность. Перед исследованием на однофотоном-эмиссионном компьютерном томографе пациенты внутривенно вводят радиофарм препарат на основе химического элемента технеция. Его производят в Институте ядерной физики города Алматы. Руководитель данного института также сегодня посетил открытие радионуклидного отделения. «Хотел бы поблагодарить коллег за их совместную работу. Это был не очень легкий проект. Тем не менее, место дружно мы провели. Очень радостное событие, что появилось у нас в республике такой уникальный центр, который дает возможности прекрасно лечить онкобольных, облегчать их страдания и улучшать в общем картину здравоохранения». В отделении есть 15 одноместных полностью изолированных палат. Во время лечения пациенты будут находиться там от пяти до семи дней. Здесь специальные свинцовые двери, толщина которых составляет 3 миллиметра. За пациентом наблюдают посредством видеокамер. Есть телефонная связь. Все показатели выведены на пост медсестры. Глава региона Даниил Ахметов напомнил, что в завершающем этапе, а это уже в августе текущего года, планируется ввести в строй циклотрон и позитронно-эмиссионные томографы. Бакатгуль Казиас, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей. Бакатгуль Казиас, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей.